Итак, если после просмотра предыдущего видео «Как отомстить манипулятору», вы все-таки решили вступить в борьбу, вам понадобится целый арсенал техник. Знания. Только имея представление о механизме и техниках манипуляции, вы сможете определить, что именно нужно от вас манипулятору. Придется много читать и учиться. Если вы вступили на тропу войны с пикапером, придется освоить множество техник НЛП и даже гипноза, чтобы понять, что делает насильник и какого результата ждет. Многие из них описаны в трилогии «Жить жизнь». Кроме того, на примере героев вы увидите, как эти техники применяются на практике. Если же ваш противник психопат, учитесь контролировать эмоции. Техники эмоционального контроля. Есть два способа взаимодействия с людьми. Рациональный, аргументированное спокойное общение. Эмоциональный, преобладание эмоцией, активация страха в сомнении чувства вины. Манипулятор часто предпочитает эмоциональное общение. Его не интересует аргумент, и он хочет вывести вас на эмоции. Именно в этом состоянии включаются комплексуальные структуры, и жертва становится управляемой. Поэтому, чтобы отразить манипуляцию, нужно пребывать спокойно в расположении духа. Противостоять насилию с расшатанной психикой невозможно. Когда вы чувствуете, что теряете контроль над собой, используйте следующие техники. Выход из разговора. Отойдите, выйдите из комнаты, скажите, что вам нужно выпить воды или резко что-то подвиньте. Техника красные предметы. Пересчитайте все красные предметы вокруг себя. Нет красных? Тогда зеленое, желтое, цвет не имеет значения. Вам просто нужно переключиться физически или умственно. Техника «не верю». Общаясь с насильником, мысленно повторяйте «не верю». Это защитит вас от воздействия НЛП и гипноза, переведя фокус внимания на критическое осуждение. А если он говорит правду, спросите вы? Когда он скажет правду, вы это почувствуете. Как работает эта техника, вы сможете понять только попрактиковавшись. Выход из шаблона. Никогда не идите у манипулятора на поводу. Уходите за рамки техник. Сделать это крайне трудно, если не знать защитных механизмов психики и не обладать устойчивой системой ценности. Но благодаря моим книгам вам уже известны многие приемы манипуляции. К чему бы вас не склоняли, не делайте это. Не понимаете, что происходит? Уходите. Не знаете, что ответить? Промолчите. Бесконечное уточнение. Человек заявляет, ты мне не помогаешь. Из-за этого у меня проблемы. Вы же выстраиваете бесконечный ряд вопросов. Что ты имеешь в виду? Почему ты так считаешь? Чем именно я должна тебе помочь? Когда мы об этом договаривались? Таким образом, вы остаетесь в поле логики, а манипулятор в истерике. Внешнее согласие. Обычно эта техника используется, чтобы прекратить конфликт. Выслушав манипулятора, вы говорите, интересная мысль. Я подумаю об этом позже. Я обязательно обсужу это со своим психологом. Мне нужно посоветоваться с адвокатом. В этот момент манипулятор, который хотел склонить вас к эмоциональному решению, понимает, что попытка не удалась. Эмоциональное утверждение. Вы признаетесь. Знаешь, я сейчас испытываю чувство вины, а в этом состоянии я никогда не принимаю решений. Или я сейчас рыдаю, и в таком состоянии ничего не могу обещать. Мне сейчас неприятно, и в таком состоянии решения быть не может. Схема проста. Ваше состояние плюс фраза. Я не принимаю решений в таком состоянии. Поработитель не может получить от вас нужный ресурс и ищет другой способ воздействия. Со временем он понимает, что эмоциональных решений от вас не добиться, и, конечно же, сбегает. Техника. Я вижу, что ты делаешь. Вы можете сказать, я вижу, что ты пытаешься вызвать у меня сомнения. Или я вижу, какой прием ты используешь, чтобы внушить нечувство вины. Основной посыл. Я вижу, что ты делаешь. Со мной так нельзя. Давай поговорим спокойно и аргументированно. Отзеркаливание. Манипулятор очень боится, что техники, которые он использует, могут применить к нему самому. Если он пропадает на несколько дней, самым болезненным для него будет ваше исчезновение. Копируя его эмоции и способ их выражения, вы приводите насильника в замешательство, а затем в бешенство. На любую форму манипуляции отвечайте тем же. Чтобы победить, вам предстоит развить себе поистине героическую стойкость. На исчезновение отвечать исчезновением, на иглу безразличия, на негативные комплименты уничижительными высказываниями, на попытки вызвать чувство вины ответными претензиями. И когда манипулятор введет в игру третью сторону, вам придется сделать то же самое. Итогом применения этих техник станет его побег. Поэтому внимательно пересмотрите видео, как отомстить манипулятору. Перевоспитать его не удастся. Единственным свидетельством вашей победы останется исчезновение насильника из вашей жизни. По-настоящему отомстить манипулятору можно, лишь став счастливой и успешной. Когда мучитель увидит ваше воскрешение и попытается вас вернуть, безразличие станет для него дыбой и заставит вспоминать о вас каждый день. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на борьбу, лучше инвестируйте это время в собственное развитие, которое приведет вас к самодостаточности. В этом состоянии вы откроете любовь к себе и однажды сделаете тот же вывод, что и героиня романа «Код вознаграждения». Выбор из страха, сомнения или чувства вины всегда приводит к боли. Но еще страшнее сделать выбор из мести или гордыни. То думаешь, что мстишь обидчику, а на самом деле уничтожаешь себя. Такой выбор заканчивается не просто болью, а полным разрушением, эмоциональным самоубийством. Смиренно уважать выбор другого – путь познания себя. Анна не может помочь Матвею. Она и так сделала для него немало. Неоднократно давая причины задуматься и измениться, но вряд ли он сможет оценить ее вклад. Боль – это способ жизни указать, в чем ты можешь стать лучше. И Анна использовала свой шанс, в отличие от него. Это не Матвей изменил ее. Это она изменила себя, ища знания, чтобы освободиться. Она выбрала выйти из позы зародыша и разобраться, погрузиться в агонию вместо ожидания, написать роман и продолжить, несмотря на внешнее отсутствие результата. Она делала выборы не из страха, преодолевая себя, отказываясь от той, кем была во имя читателей. Манипуляторы не меняют нас. Мы меняем себя, отказываясь от мести и гордыни. Вознаграждение – вердикт справедливости жизни. У каждого оно свое. У одних благословение, у других проклятие. Но вознаграждение обязательно для перехода к новому пониманию изменения себя. Наши выборы в действиях приводят нас к дыбе или к теплому солнцу на берегу. Мир справедлив. И это самая страшная правда, бьющая хлыстом. Ты говоришь, я не верю, это не я, я хотела другого, а в ответ свист хлыста. Жизнь справедлива. То, что у нас есть, результат наших действий. Мы меняем свою реальность, только делая другие выборы. И самая серьезная борьба на пути к собственному счастью – это борьба с самим собой. Все изменения всегда в нас. Сила мышления, сила выбора, сила любви. Помните о том, что ваши лайки спасают судьбы. Поэтому комментируйте и подписывайтесь на канал. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций. Но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке в описании к этому видео и получить подарок. Будьте бдительны, берегите себя.